ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СУК� 39 СНЕЙ КАКЛЕКТА СУКСКИ КОСКИ СУКСКИ С Рождеством Христовым! Весь эфир сегодня наполнен словами рождественского празднества. Представляете, как патриарх Кирилл закончил богослужение и везде идут. Сегодня всю ночь молились. Мы только пришли, батюшки нету, еще час-двадцать минут только прошло. Вот эти вот, хотя бы на два часа, это мое время. А почему мое? Я бы говорил проповедь. Я зашел, уже несколько лет не говорил проповеди. У меня сохранилось тысячу триста проповедей моих, которые стоят в интернете. Этого достаточно. Я уступил вам, молодежи. Но когда я где-то езжу, там, в Москве, в Грузии, в других местах, где там, я в храмах говорю Слово Божие. Но это трапезное. Тут я немного скажу. Может отсюда дойти, чтобы гибнуть было людей. Здесь я скажу небольшую проповедь относительно нашего праздника. Праздник этот неузнан. Запомните, неузнан. Был долгое время. И тот, в честь кого празднуют, тоже был неузнан. И вы сейчас слушайте очень внимательно. Узнали мы его или нет. Я хочу сегодня реабилитировать одного человека. Который по сегодняшний день не реабилитирован, а он святой, две тысячи лет. Я с этим не согласен. Первый, кто узнает о рождении Спасителя, упоминает об этом. Адам с Евой. И семя жены будут поражать его в голову. А ком речь идет? Ян Гратаус говорит, что погубить человека, дьявол взял трезубис. Дева. Древо и смерть. Дева. Она дева была. Ева. Древо познания добра и зла и смерть Адама. В Адаме все умирают. Дальше. Иисус говорит, Бог вырвал и от им трезубцем ударил сатану. Дева, древо и смерть. Дева Мария. Древо креста Голгофского и смерть Иисуса, Сына Божия. И далее пророки говорят о нем. Говорит, Моисея из вас самит восставит, как меня слушайте. Кто он такой придет? Как сравнить с Моисеем-то? Он будет делать то же? Значит, народ должен где-то будет в Арабске, выводить его будет. Через море будет проводить. Как меня восставит? Потому что у него жезл будет какой-то. Понимаете, сколько здесь тайны было. И поэтому Христос пришел неузнанный. Совершенно неузнанный. И мы сейчас по частям посмотрим. Время пришло. Прошло 5508 лет. И, наконец, рождение Иисуса. Кто об этом узнает? Первое об этом узнают волхвы. Они идут поклониться царю, не Богу. Хотя в дарах в этих, один из даров посвящался как священнику и как Богу. Золото, ладан и смирно. И смирно для умершего. То есть это потом истолкует. Никто этого не знал. Они взяли их. Ну почему ты думаешь, что нужна смирно-то? Да не знаю. Говорят, у них это там трудно достается. Рассуждения были другие. И они ему поклонились, как царю израильскому. Потому что страна стонала подвигом Ирода. Ирод это понял. Что родился тот, который сместит его и династия Иродова прервется. Почему он предпринял совершенно невероятные меры. До одного младенца истребить. Откуда там 14 тысяч было? Ну, видимо, можно не опровергать. Была перепись. Рождали много. Ну, вот так. Пройдет сколько лет? 16. И 14 тысяч невест навсегда останутся невышшими замуж. 14 тысяч мечей не защитят родину. Что он сделал? Ну, Бог сделал так, что главное сокровище было в Египте. К Египту особое отношение было всегда. Удивительно то, что матерь его не знала. Рождается в день Благовещения. Что у нее только один вопрос о зачатии. Больше ничего нет. А как я зачнусь? У меня мужа нет. Все. Ее познания на этом кончились. Да кому же потом она? Она и потом его не узнала. Она думала о нем меньше, чем об обыкновенном человеке. И услышали, что Иисус вышел из себя, тронулся умом. Она пришла взять его. Это немощь человеческая, говорит Иоанн Златоуст. Еще не побеждена была. И люди, которые стояли, они кричали. Что говорили? Блаженое шрево тебя носившее. Больше ничего не могли сказать. То есть знаменитый сын родился от такой-то матери. Вот крестный, сказать, входит Христос в Иерусалим. О чем кричат дети? Осана Вышних. Все еще Осана Вышних. На земле ее нету. Он уже на земле. Спасение Вышних. Спасение приблизилось. Говорится, Царство Небесное приблизилось к вам. Иоанн Златоуст говорит, Царством Небесным обозначен Царь старей. В нем Царство. А без него Царства никакого нет. Ангелы воспевают. Слава Вышних Богу. Ангелы тоже не знают. А почему? Явился сущий над всем Бог. И как, говорит, показал себя ангелом. Вот тут они увидели его. Они, может быть, миллиарды лет воспевали его. Свят, свят, свят Господь с собой. Но они не знали и не видели его. И увидели его оплощенного. Мы видим, воины говорят. Тоже не знают его. Сын Божий был. Смотри, какие знамения в природе. Кающийся разбойник тоже его не знал. Помяни меня во Царстве Твоем. То есть Вышев, а кто в Царстве-то? В каком Царстве? Если не знали самые близкие, а уж про Иосифа говорить нечего. Про людей не надо говорить. Они бы Иисусе говорили, не его ли братья и сестры. Считали, что он родился от Богородицы. Мнение людей о нем было очень низко. Уже после воскресения Иисус встречается к Леопе, идут и Лука. И все еще говорят. Мы тут пророк приходил. Сильный. И вот вместе с тем уже такое-то случилось. Помните? Они не знали. Хотя пророк Исаия сказал, что и нарекут имя ему Эммануил. И Эммануил означает «С нами Бог». Перевода другого нет. «С нами Бог». Это хорошо понял Гитлер. На каждой пряжке, у каждого солдата. Миллионы блях. Бляхи называется. «С нами Бог». Когда я встретился впервые с немцами и спросил. Так они же были верующие. Откуда вы решили? Ну, «С нами Бог». Это новая религия. Адольф Гитлер, Хайт Гитлер везде. Да здравствует Гитлер. Это Бог и Гитлер. Все для этого было направлено. Гиммлер поставил задачу увековечить его. Люди не знают его, как Бога. Сегодня мессианские евреи. Евреи. Уверовали? Как они уверовали? Как в Мессию, как в Сына Божия. Два миллиарда мусульман верят в него, что он не Сын Божий, но хороший человек, Иса, который вознес. Они его не узнали. Если это был просто человек, он не мог взять грехи мира ни с одного человека. Он сам грешен. Тут заложено наше спасение в этом. В доме Корнилия тоже не знает, призывает. Петра легко можно было боготворить человека. Стану в сонме богов. В Салтыре еще говорится. Боги это князи человеческие. И Петр поклонился ему, он говорит, не кланяйся. Я тоже, тоже, тоже человек. Еще не видел, что ты человек. То есть он признал его за Бога. Откуда это известно? Ну, когда упала Ехидна, была на руке, они переменили мысли, говорили, это злодей. Провидение не оставляет жить. Это Бог. А когда пропадал, боги в образе человеческом сошли к нам, поликонистки стали кричать. Бога не знают, а из людей творят Бога. И разоговорил, о, это голос не человека, а Бога. Бога. Но Богом кто хотел быть? Кесарь, Цезарь. Наполеон хотел быть, Нерон. Ну, Александр Невский полубогом себя считал, что приходил в Зевс, с матерью его переспал и прочее. И люди в это верили. Он Бог. Откуда это известно? Смотрите, как постепенно до этого доходили люди. Единственный человек на вершине этой веры оказался тот, которого считают совсем неверующим. Это перевернутое сознание. Он первый сказал, Господь мой, Бог мой. Даже когда Господь интересовался, он видел, что люди не понимают его. А за кого вы мечтаете? Один за порог Иеремию, другим за порог Илью. Вот и обнаружилось. Социальный опрос населения прошел, приняли спасителя, а они еще не приняли. А вы за кого? Гробовое молчание. Ходят за Христом, готовы жизнь пожертвовать, хотя бы надлежало отдать умру, а ничего не знают. И Петр тогда говорит, ты сын Бога, даже не говорит, что Бог. И на это Господь говорит, ты сам сказал, Бог тебе открыл. Бог открыл. И первый, кто провозгласил его Богом, Фома, который называет неверующим. Я хочу, чтобы имя его было реабилитировано. Он первый возвестил то, к чему придут на соборах и будут сражаться. Бога истинно, Бога истинно. Это возвещено было на все века. Сегодня Иисуса, как Бога признают, примерно, я не знаю, так думаю, 99% верующих в Него не признают Его свидетелей Иеговы. Они считают, что просто человек хороший, первозданный, пришел и прочее. Хришнаи, это одна из эманаций его буддистов, это одно из проявлений сына Бога, это божества на земле было. Он Бог, нет другого, кроме тебя. Ну, когда говорят слово Я, а что ты якаешь? А Иисус, а Бог говорит, Я, Я и нет иного Бога. Две буквы Я подряд с большой буквы, чтобы убедились, Он Бог. Он Бог. У нас была еврейка здесь. И когда я сказал, ну как же, мессианские евреи ваши, они не верят в Него как Бога. А скажите, а вот если бы вы были за кем, пригласили Его к себе, вы бы пригласили Его, она меня ведет постепенно. Я говорю, пригласил бы. И угасили, угасил бы. А вы признали бы Его, что за Бога, что сам Бог, Творец Вселенной, которого ни одна галактика не вместит, сидит за вашим столом. Ты поверил бы? Я говорю, нет, не поверил. А что ты судишься мессианских иудеев? Одно из чудес, какие я знаю, это адвентисты седьмого дня. Их учение не признавало Его за Бога. И вдруг, когда секта была образована, прошло сколько десятилетий, и они ввели у себя догмат, что Он есть Бог. Я больше ни у кого это не встречал. Баптисты, все эти признают за Бога. Католики, Григория на Армении, сирийцы, копты. Ну, каких только нет. Даже харизматы. Там уж совершенно песнование полное идет. И они Его за Бога признают. Мы признаем Его за Бога или нет? Полностью ли мы от Него зависим? Сегодня мы слышали слово Иоанна Затауста. Для Бога было легче сойти на землю, воплотиться, чем человеку стать Богом. А для Бога пришел, чтобы нас обожить. Дева днес начинает присущественно горождает. Потом земля вертье неприступную приносит. Ангелы с пастырями словословия еще не знают. Волхвиж с звездой путешествует. Не как к Богу. Нас, Бараде, родился отрок. Кто? Млады. Привечный Бог. Наконец, по ступеням, по ступеням. Тут ниже идет. И надо вот так вот перевернуть и показать. И вот так вот они шли и дошли до Привечного Бога. Вот так надо считать. Я хотел самое коротенькое слово сказать. Учите детей своих признавать, что Иисус есть Бог. И другого Бога нет, кроме меня, говорит Господь. Сейчас я немножко запечатлеваю это дело. Потом дальше чуть-чуть немножко скажу. Что-то тут. Вот оно что открылось. А у нее не выпало ничего? Нет. Пока нет. Да как же так. Это открылось сокровище. Ну-ка посмотри, еще что-то не задвинул. Сейчас я еще раз посмотрю. Проверьте, все ли батарейки не выпало что-то. Давайте посмотрите. Я ходил здесь. А нет, приокрылась я сегодня оставил. Продолжи дальше. Мы пришли сегодня сюда. Чтобы почтить эту великую дату. И дальше, еще более удивительно. Проходит столетие. Второе, третье, четвертое. А Рождество Христово праздник не празднуется. Крещение празднуется, а Рождество к нему как прилепленное. Поискать надо, где-то я был и выпалил. На кухне, да. Ну пройти там в храме заходил. Я больше на улицу не выходил. Ну что, трудно, поищите. Я последний фотографировал, там стоял, оттуда мигалан. Я вот сюда вышел. Ребятишки, батарейки кто-нибудь подбрал, нет на полу. Они кругленькие такие, маленькие. Пальчики. Праздновать в начале его времена Иоанна Златоуста. И никто не знает даты его рождения по сегодняшний день. Празднуют Рождество и не знают. Совершенно произвольно как бы взятое. А почему? Ну будто бы известно, когда входил первосвященник раз в год. Вот дата одна, за которую зацепились. Но стали говорить, что Захария первосвященник. Первое. Второе. Что Захария вернулся домой и в ту же ночь она зачела. Ну это, ну откуда, это вообще данных никаких нет. Ну а теперь, женщина ходит 9 месяцев, ни один день не переходила. Стукнули. А теперь на 6 месяцев кинул он, на 6 мест. Моложе Христос, и вот эту дату установили. Да дело в том, что только 3 или 4. 3 надо 4, 3 недействительно, 4 надо. Еще раз пройдите вокруг, помогите поискать. Никто не знает. В 532 году 6 век идет. А празднуют сейчас, дата идет, 2004 год сегодня. 2004 год. Володя, на, поставь ее, возьми кто-нибудь, подержи у него. Вот, 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 подержи. И все еще отмечают, не от Рождества Христова, а от Рождества Христова от Р. Х. Р. И только в год смерти Крупской, Надежда Константиновна, стали писать Новая Эра. Чтобы Рождество Христова не упоминать. Не знали. Но Пасхалию надо было вычитывать согласно канонам и объявлять дважды в году, хотя бы, чтобы люди знали, когда будет следующая Пасха. Монаху, он Дионисий Малый прозванный, дали это указание. Но он делает, как таблицу Менделеева, разложил тут тогда, полнолуния, столько тогда, полнолуния, зима. Но никто не знал, что нужно еще и по Солнцу смотреть. А это цикл Солнечный и цикл Луны, когда заново возвращается. Умножать друг на друга 532 года. Но он разложил карточки, дошел, 532 года, раз, повторяется, повторяется, 100, и закончил. И он понял, что этот цикл 532, он Эврика закричал, видимо, побежал. Но никто не знал, что связано только умножить. Но он понял, знамение свыше. И старик говорит, почему же это так? А когда Рождество Христа было? Так это 532 года назад и было. Тоже ни на чем не основано. И оказалось, что ошибка кралась 4 года. Сегодня, сегодня, не 2014 год, а 2018-е от Рождества Христова. И потом это все было доказано. Почему? Историки, когда археологические данные показали, что Иисус не мог умереть за 4 года до рождения, до смерти Ирода. Он не мог, потому что Ирод его был. А Ирод умер через 4 года. Значит, Рождество Христа, хотя мы ее называем, что знаем что-то, мало знаем. И далее, самое главное, Слово Божие живо и действенно, чтобы оно в нас заговорило. Яко с нами Бог. Жили так, как перед Лицом Божиим. В присутствии Бога. Ну, представь, ты домой его пригласил, а он все знает. С какой целью ты пригласил, какие у тебя мысли, торопишься, нет, его выпроводить поскорее. Думаю, гости-то надоедают. Хоть и не говоришь, еще собираешь их, думаешь, что поскорее бы, да, вернулось все свое русло-то. Мы привыкли к этому. С Иисусом не так. Если ты его полюбил, то как эта душа идет по улицам города, она его разыскивает. Песня песней. Она ее видит, и у него 10 качеств находит, хотя он в ней нашел только 7 привлекательностей, бедра, груди там. А она в нем 10 нашла. Это, говорит, 7 качеств на всю Святую Троисть, еще и на 3. Мы сегодня сюда собрались, чтобы поблагодарить Бога за все, что было, что рожденный Богом младенец, истинный Бог, Он нас сохранил, собрал нас вместе, не для того, чтобы, говорит, собрал царей, там и погубить в одном месте, а едиными устами, единым сердцем восславить Его. И когда будете где считать, и написано в нем вся полнота божества телесно, и далее не считал хищением быть, посчитал хищением быть равным Богу, Он Бог. И смотрите, на третьем, на первом вселенском соборе только, в Никее провозглашает Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно. А сколько годов-то шло, так что, благодарение Богу, что Фома не был там в первый день воскресенья, а был через неделю, и он хотел точно убедиться в этом. И когда он убедился, что он тот самый, который был распят, одни говорят, вложил руку там в рамы, другие, нет, я не думаю, что он вложил. И он, быть может, тоже не знал, что говорил, а Бог открыл ему. Даже ученики на горе Фавори, они не знали, кто он, сделаем три кущи, для Бога какая куща, когда миллиарды галактик его не вмещает, везде и повсюду Бог. И мы пришли и поклоняемся этому Богу. Я понимаю, когда слушают сейчас это евреи, как им это-то противно. А противно почему? Ну, представьте, вот какая-то женщина, аборт-идеала Марина Цвигун, в нее якобы вошел Бог, она теперь Деви, Мария, ну и прочее. Знаете, выдавала себя такая блудница одна. Ведь евреи-то смотрят на нас точно так же. Кого? В кого верите? Какой вам Бог? Вы совершенно не думайте. Тьма суеверия, как они говорят. Но мы верим в Него. И будет момент, когда остаток еврейский обратится, возряд на того, которого пронзили, и скажет ей, греби Господи. И младенцы, и ангелы, вопиявшие Ассана Вышних, они не знали. Мы знаем. Сегодня Ассана, во время, когда он был, была здесь внизу, в Нижних, ныне они опять в Вышних, потому что он вознесся, ему слава во веки веков. Аминь. С Рождеством Христовым вас, дорогие. Так, забирайте ребятишек, кормите их детей. Они достойны, они валились. Так, вот, все можно передать. Так, Ассана Михайловна, где он? Да, я могу вам сейчас. Спасибо, что поспите. Валю, два часа. Я шоку порвали. Давай, садимся. Ой, вот, в руки в руку. Глядь, там, справа. Так, садитесь за стол, сразу садимся. А ты? Так, это не убирается. Выпустите, пожалуйста. Три поклонок одену, за стол. Давай, мальчик. Все, все, молимся, молимся. Рождество, Твоя, 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 во сиянии, сверхразума, в небо звездам служащие, звездою чаху, все, Тебе, кланитесь со солнцем правды, и Тебе, ведитесь мы со стихи востока, Господи, слава Тебе. Господи, освяти дары, посылаемые Тобою. Хвала Тебе, слава, аллилуйя. Аллилуйя. За стол. Господи, Спасибо. Посмотрите, вот пояс, Братья, касается вас, посмотрите на себя сёстры. Вот это пояс называется. Он как? Он идёт поперёк. Я гляжу у нас, я говорю, братья, пояс вот так, на спине, там держится за этот выступ, а здесь за этот выступ, вот так вот пояс. Что это означает? Это означает излишки. Сейчас смотришь, тебя и касается как раз. Вот так вот пояс идёт. Он упирается в нижний вот этот, сзади выступ, а впереди вот так пояс не поперёк, в туловище, а вот так вот, под живот. Почему? А прямо на животе уже не хватает и он у нас ползает. Так что за собой посмотрите. Бывает такое. Аминь. Ну что, Володя, давай за стол садимся. Потом быстро. Окей.